А где моя пудра? Всем привет! Куда собралась? Ай, никуда. Я хотела с подружкой встретиться, но в итоге не буду. Нет, я не ушла с проекта. Спасибо большое. Спасибо. Вообще так хочется куда-то пойти. Это просто мы проводили время вместе. И я думаю, что если вы смотрите за телеграммом Игоря, следите, то знаете, что... Почему расстались? Да мы особо и не встречались. Просто да ёбшь твою налево. Что за херня? Извините. Я ещё в сети. Вот я до конца недели здесь. Не нужны. Кстати, мне так понравились вот эти румяна. Они такие холодные. Вот, от шума скринти. Очень красивые. Мне понравились. Когда на поляну? На следующей неделе. Еду на поляну. Я не хочу туда ехать. Честно, вообще никак. Ни капли. Такая сильная боль. Вот так лучше. Но я здесь не буду стоять. Твоя мама уехала? Нет, она здесь. Мама. Мамка, мамулечка моя. Иди сюда. Тут такой свет, правда, стрёмный. Игорь пытается... Он пошёл по кругу, Игорёк. У него сейчас с Катькой. На маму похожа. Спасибо. О, я в этих... Боже, боже, в шортах. Ты чё? Не чувствуешь, что? Домашнее. Мам, ты в шортах? Домашнее. Мам, снимай шорты. Мама, снимай быстрые шорты. Почему гепард? Потому что она такая быстрая, как гепард. Помахать. Помахать надо вот. Помахать. А я маху, интересно, или не маху? Помахать. Да не надо. А я хочу помахать, Людю. Какая вы красотка. Спасибо большое. Какие вы красотки. Спасибо, мама, малыш. А потом так уж и без обеда. Нельзя. Катька красивая, молодая, талантливая у меня она очень. Помахать. Здрасте. Кать, какой уход за волосами? Какая, блядь, моя лома. Она матриксом пользуется. Мама очень милая. Улыбка бомба. Спасибо. А мне сегодня говорят, говорили, что у меня улыбка. Что типа, ну ладно, потом увидите. Приветик, мамочка Катя. Вы прекрасна. Спасибо, Екатерина. Ну ты такая добрая, а что ты? А что ты? Такая ласковая. Катюша, потому что посмотри, какие они милые, боже. Катюша и милая, желаю тебе счастья. У Кати кератин? Да, у Кати кератин. Какая красивая мама. Спасибо большое. Присоединилась. Если бы я могла помахать, я бы вам это, поделилась с вами апельсинкой. С кем сейчас там, Игорь? Ой. С кем сейчас Игорь? Катя спрашивает. В каком плане? Ну с какой девушкой, наверное. Ну, если я не новости читаю, то там вчера у нас служба с Городой Катей. Потерял Катюшу, эх. Что не делать все к лучшему? У Катюши, да, она родилась, она родилась кудрявая, прям волосатая и кудрявая, с большими синими глазами. А меня зовут Оксана. А я скоро уже уеду, я третьего улетаю. Катюша, вы очень талантливая красотка. Спасибо большое. А вы не на дом 2? Ну, как понять, ну да, на дом 2. Катя, ну мы похожи с Катей, да, но она очень похожа на отца. У Кати глаза большие, папины. Она космическая, как папа. Я более заземленная. Как вы относитесь к ситуации с Игорем? Вы знаете, я же приехала, серию не видела, вот эту там такую жесткую. Поэтому, ну, вообще не очень я отношусь. Ну, он так встретил меня хорошо, цветы там подарил. Ну, это все нельзя же говорить, да? Да. Покушает. Ну, такой милый, галантный, знаете. И как бы я не стала накалять просто обстановку. Я просто понимаю, что в любом случае у них ничего не будет. Просто нужно в любой ситуации оставаться людьми, а так что. Что-то тут только на этом не положила берзи. Ну и что? Я чувствуешь? У тебя такие хорошие все, они добрые. А потому что подобное притягивает подобное. Нет, там власть и тогда мне что-нибудь такое. Ой, помахать вот тут, Люда. Муха. Ты хочешь? Попросите показать фото, попукать, если можно. Дело в том, что есть фотография, где он молодой. Я могу показать, я не знаю. Это оно так пахнет. Ты будешь? У меня нет. Ты что, как? Где он молодой. Ну, там такая мутная фотография, прям мутная-мутная. А взрослого хочешь показать его? У тебя есть? Я не буду показывать. Покажи. Не будет. Мы только вдвоем с мамой. Что со мной? Ты как будто старая. А это свет такой. Я тоже на себя посмотрела. Тот, что можешь скручить. Как будто... Твои классы. Господи, мы такие уставшие. На самом деле, такой темп жесткий. Катюша, ты супер-супер красотка. Умница. Мамуля, просто красотка. Спасибо большое. У тебя, смотри, практически одни Катюхи. Ну, нет, ну не все. Вы в сити, да. Мама очень красивая. Супер-мама, спасибо большое. Мы в сити, да. Катя, как называется стиль танца, который ты танцуешь и каким... Я всего понемножку танцевала. Сначала, изначально. Она когда маленькая была, я всегда ее просила. Катя, станцуй, пожалуйста. Она так танцевала эмоционально всегда. Такие движения были. Если можно было бы видео показать, я Хабаровск прилечу, если найду, покажу. Она так танцевала. А когда пела, она пела, что видела, то и пела. Но как-то я подумала, что она больше танцор у меня. И я ее отдала. Привезла ее в дом профсоюзов у нас. Были отчетники у коллективов. Я ей сама сказала, выбирай, какие хочешь танцы. Я вообще хотела ее отдать чуть другое направление. Но то направление, в которое я хотела, они не набирали в тот момент детей. Ну и в общем, получилось так, что Катя выбрала бальные танцы. И она когда пошла в эту студию бальных танцев, и она как-то сразу попала в основной состав. Ну и так вот все закрутилось, завертелось. А потом получилось так, что пришлось ей уйти оттуда, потому что у нее нестабильность шейных позвонков при стандарте вальс там танцевать. Лишь что, он так наклоняло шею, у него вклинивало. Ну и в общем, когда мы пошли там по врачам, и нам сказали, что нужно остановиться. И все. И когда мы остановились, она уже там в другие направления, Катюха ходила сама. Что-то я наговорила, наговорила. Я думаю, что мы его поняли. У мамули жених имеется. У мамули есть папуля. Ну папуля, у мамули есть жених. Я говорю, папуля. Ну в смысле, я имею в виду муж. Ну что, неправильно? Леоднозначно. Леоднозначно? Ну я думаю, кто в теме тут поймет. У кого папуля есть, да? 105 человек у тебя. У кого папуля есть вот в теме, кто поймет. Ты мой, что-то мне ошло. А, ты, господи, я вообще простой человек. Катюха, Катюха лучшая. Спасибо. Ты давай тоже общайся, а то скажешь, что мама тут... Да я так не люблю. Давай на диване присоединяйте, нельзя так? Ну или нет? Лучше? Все, пока-пока. Пока, Света. Честно сказать? А, да? Ты все? Да. Через 4 дня. В смысле, ты сейчас только через 4 дня был? Потому что мы не увидели. Моя зая, да, я тебе? Я очень хочу сделать сиси. Если честно, теперь уже... Ой, мама, давай там хоть заливать. Нет, нет, да. Как вы еще хотели назвать Катю? Отец хотел назвать меня Сарой. Мама Алиной. Спасибо. Как давно делаешь кератин? Ну, уже раз 6 делала. Спасибо большое. Спасибо большое. Я не ушла с проекта. Какой размер груди хочешь? Ну, вот полтора или двоечку максимум. Ну и то, двойка, мне кажется, это уже даже перебор. Ну, у меня просто правда, правда, реально только соски. Хотела бы ребенка, но не в ближайшем будущем. Мама у меня родила 21 год. Спасибо большое. Все, пока-пока. Все, пока-пока, давай. С Игорем. Ну, вот он там вчера спрашивал, как дела. Передала привет маме, а так как бы особо нет. У меня хороший мастер, поэтому я не заметила ухудшений никаких. Наоборот, удобно очень. Сейчас пойдут эфиры, где мы с мамулей. Ой, ребят. Блин. Просто дело в том, что есть в наших отношениях момент, на фоне которого постоянно возникают конфликты. Это мамин контроль. Ей кажется, что я маленький ребенок всегда. И хочется как будто бы мне вот передвигать ножки. Ну, давай по-честному, так и есть. У мамы будет юбилей, 45 лет мне будет в декабре. Да. А я жестко начинаю реагировать. У меня проблемы с агрессией всегда так было. У меня прям реально проблемы с агрессией. И я начинаю очень некрасиво общаться. Я, конечно, переживаю за эфиры, которые выйдут. А что со мной? Видимо, маска какая-то, нет? Нет. Ну, вот с понедельника. Мама не хочет остаться. У мамы еще есть сынок, который скучает по мне. С Андреем Патляком? Катя, общается с Андреем? Увидите все в эфирах. Да, они общаются, но не подружатся. Очень редко. Просто списываемся. Мама там, молодец. Потом все, посмотрите. В общем, макияж нет. К нам сегодня визажист тут очень некрасивый. У меня сегодня так накрасили, как кошку. Я вообще так никогда не красилась. Я не могу принять. Ну, у меня в агрессию сразу. Спасибо большое. Для родителей вы всегда дети. Я это уже прочитала. У меня зрение, извините. Да? Это быстро, конечно. У тебя плохое? Ну как? Конечно, у меня уже не особо... Ну как, нормально, но я так не могу быстро. Патюш, кто тебе на проекте как человек нравится? Да мне почти все нравятся. Ну, кто прям ближе всех. Вот, кстати, у меня Пенченко очень запала в душу, так сказать. Хорошая девчонка. Спасибо большое. Спасибо, да. Приятно так вообще. Я, кстати, тоже отсюда не очень вижу. Как думаешь, нормальный мужчина придет на проек? Мы надеемся на это, что придет какой-то парень хороший, добрый, который полюбит Катю вот такую, какая она есть, со всеми ее плюсами и минусами. Каждая из нас знает, что нету плохих или хороших людей. Мы все индивидуальны. И для каждого человека находится свой человек. Как будто сестры. Ну вот, а Кате не нравится это. А это же хорошо. Катю Горину любишь? Катю Горину. Катя хорошая, да. Мама замужем? Да, мама замужем. Мама замужем. Часа 97 человек. Будут говорить, короче. А, все, ничего. 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 Сегодня смотрела эфир с день рождения Игоря, где ты плакала. Я плакала вместе с тобой настолько, твои, у меня твои слезы. Это вообще. Кстати, не первый человек вы так пишете. И так на самом деле приятно, что кому-то откликается и кто-то сопереживает. Поэтому мне очень нравятся вот такие эмпатичные люди, которым не все равно чувства других, потому что сама такая. Я тоже посмотрела эфир, и вообще была в шоке, честно сказать. Там, кстати, мамочка моя, если ты смотришь папочка эфира, я вас люблю, мои сладкие. Они в записях смотрят. Я люблю вас, да. Бабушка, мама моя смотрела эфир, и это бабушки на Дом-2. Это я еще скромно тут бабушка бы сказала, но все как есть. Откуда родом? В Дальнего Востока. Я вообще родилась в Приморье, в городе Артемье. Кстати, я вчера ходила в Нейлсане, франшиза, они есть очень много где. Даже не только в России, в Лос-Анджелесе, еще где-то есть. И я ходила вот в Сити, тут в башне, город улиц, или, ой, город улиц, или как, не помню, как называется. Короче, пришла к ним вечером. Сделали очень быстро, ну, в принципе, неплохо. За все я отдала 10 тысяч рублей. Вот маникюр. Мне очень нравится цвет, кстати, он такой. И педикюр такой же, такого же цвета. Какая девичья фамилия? Заминцева. Кать. Ой. Надо было просто не акцентировать внимание. Я не покинул проект, я в Сити. Чисто Катюха моя. Не акцентирую внимание на этом. И никто даже не... Эти хиты прочитала так потрясающе, очень проникновенно и душевно. Спасибо большое. А песня какая? Там еще песню ставили. Ё-ка, Росе Тебе. Я не видела, я только стих смотрела. А где хочу, какую ты песню пела? Ну, там у Цветаева есть стихотворение. Нет, спой мне песню, а, пожалуйста. Сейчас. Что нет? Сейчас спой песню. Зачем? Ну, я хочу послушать. Маму. Не хочу петь. Восемьдесят семь. А не было столько много, они пересоединяются, выходят по Машу. Почему? Людям приятно, не Маша, здравствуйте. Да не может быть. Это мама, да. Мамочка, мамочка. Ты им показывала, какая красота? Да. Это. Я хочу в магазин, если честно, сходить. Нет. Кате 23 года. Спасибо большое. Какая красивая мама. Спасибо. Как ты себя чувствуешь? Напряженно очень. Почему? Моментов. Все. Чего? А было написано, что типа слабый сигнал, и поэтому приостановлено. Любишь ли золото? Носишь ли? Нет, не люблю. Ну, мне нравится бижутерия. Только если... А так прям золота нет. А я люблю золото. И это из Казани. Только родители начала смотреть снова проекты. Классно. Спасибо большое. Привет. Какие красотки. Спасибо. До 100 дней участниц не было. Ну, не во всем. Абсолютно не во всем. Вот что касается отношений с родителями, правда, я очень... Ну, вы будете смотреть эфиры, и все поймете. В моменте... Вот я говорю, у меня проблема с агрессией. Я начинаю очень много материться. Я начинаю себя очень плохо вести. Поэтому... Короче, Катюху, если несет, то становится сложнее. В отношениях? Нет, не в отношениях. Общаюсь. Как относишься к Рахимовой? Мы очень... Я не могу сказать, что у меня есть какой-то негатив к ней. Не могу сказать, что какая-то приязнь. Никак. Ну, то есть, мы очень разные с ней люди. Абсолютно разное мировоззрение, восприятие, вообще, мира. Ну, в чем-то... Она большая молодец. У нее есть те качества, которые я очень ценю в людях. Ну, в целом, как бы... То же самое. Видишь, ты не одна такая. Я не знаю, что с этим делать. Девочки, вы успокойтесь, когда сами станете мамами, и все поймете, осознаете. Ну, Игорь я называю... Тупо искала, что хотят получить на любой вопрос. Ну, по поводу того, что я очень долго... соображаю и долго мысль свою конструирую. Это на самом деле, это факт. Но сейчас она мне стала намного проще. Это было связано с тем, что я подбирала слова. Как правильно сказать? То есть, у меня не было ощущения жизни в моменте. Ощущение съемок у меня было. С этим была связана проблема. Вот. Но я считаю, что взрослый человек... Ну, как бы... Короче, для меня это дико. Вот я бы даже выразилась так. Когда взрослый человек может оскорбить другого еще и так жестко. Я всегда Кате говорю так. Когда тебе что-то говорят плохое, ты должна четко понимать, что это не твое. Это того человека, кто это говорит. Все. Ты сама знаешь, какая ты. То, что у нее такой темперамент, она такая с детства. Но это ее плюс. Это в этом во всем она. Но не все уже быть быстрыми. Там, не знаю. Но она такая. Она в этом прекрасна. Люди разные. Абсолютно. Настолько миллионов. Мы не можем быть все одинаковые, все там импульсивными. Мы все абсолютно разные. Поэтому мы и существуем, мы и есть. Поэтому. Поэтому. Не надо воспринимать это все. Серьезно. Прям такая стрижка. Да. Каре. Раньше тоже не могла бороться с агрессией. Вот. И посмотри. И переосмыслила. Потому что сама стала мамой. Просто понимаете, есть момент того, что иногда ты взрываешься, у тебя внутри возникает какое-то чувство, агрессия, к примеру. Если ты будешь это хавать и подавлять, это в любом случае вылезет наружу. И вылезет это наружу. Я очень верю в психосоматику. Что вот у меня был, когда абсцесс, меня увозили в больницу. Это когда у тебя скапливается гной. Вот у меня в миндалине скопился гной. Я уверена, что это из-за подавленных чувств. Но я верю в психосоматику. Не знаю, кто верит, кто не верит. Куда вот мне в моменте эти чувства девать? Но если меня раздражает, вот если меня бесит, вот как мне быть? Я не понимаю. Я не хочу хавать. Свой цвет волос. С родителями можно пойти, знаю, куда-нибудь в небо. А почему, вот допустим, ты же можешь тоже услышать меня? Я тебе говорю, мам, мне вот так вот не нравится. Пожалуйста. Я же агрессирую всегда на одно и то же. Вот всегда, мне кажется, одно и то же. На что, ладно, на твой контроль. Либо ты, ну вот, где ты навязываешь мне что-то, пытаешься, и я знаю, что опять-таки, из благих намерений это всё, абсолютно всё. Либо пытаешься как-то... Ну, ладно. Не, ну, в смысле, ну, если мне что-то не нравится, ну, допустим, она курит, мне не нравится это, очень не нравится. Мне много чего не нравится. Ну, я на то и мама, чтобы говорить, что мне не нравится. Я не контролю, это её личный выбор. Я два года отрастила. Дело в том, что вот у меня маме, моей 70 лет, и она мне... Мы созваемы всё каждый день, и она мне всегда что-то учит жизни, и я так счастлива и рада, что моя мамочка, моя любимая, мне учит жизни. Пусть она меня учит. Мама, учи меня жизни. Нет, я не хочу, что... Ну, да, вот у нас приходила женщина, она мне также сказала, что когда Катя... Катя, во-первых, мы два огня. Я стрелец, она... Ну, кто верит в это, да? Катя, ой, ну, мы, конечно, очень импульсивны там, да, в моменте. И вот женщина-шаман приходила. Она сказала, когда Катя агрессирует, вы постарайтесь, ну... Короче, я должна сконтролироваться. То есть дать ей возможность выпустить этот пар, а я, ну, промолчать должна. Ну, то есть хорошо, доченька, хорошо там. То есть, ну, не разгонять её вот так. Ну, я учусь только этому сейчас. Мне тяжело самой порой сдерживаться. Я думаю, что у многих вот, ну, откликнется эта ситуация, потому что я так думаю, что вот эта тема мама и дочь, и взаимоотношения, ну, это... Ну, не у каждого, но сплошь и рядом. Слушай, рядом это. Сын-дева, да. Ну, и вообще с сыновьями отношения мальчишки, мне кажется, более... Как-то к мамам по-другому относятся. А сын более спокойный. Да, ну... Сыновья не разгоняют мам. Они всё-таки мужчины. Я тоже стрелец. А мама-дева. Ой, мама-дева. Так быстро, Катя, я не успеваю. Факт, мне нужно повыговориться. И так быстро пролез... Почитай, пожалуйста, этот комментарий. Как его вернуть назад, Катя? Просто... Я боюсь, что нажму к нам. Короче, стрелец и дева. Мама-дева. Вот. Я тоже стрелец, а мама-дева. И моей маме потребовалось пять лет на то, чтобы принять тот факт, что в гневе мне нужно выговориться, а ей промолчать. Я выпущу пар, и потом можно конструктивно поговорить. Ну, может быть, вы и правы, но вот, допустим, я так воспитанна, вот... Я не представляю, чтобы я на свою маму там выпустила пар. Я не знаю. Я потом умирать буду просто внутри, вот, ну, у меня будет душа болеть, что я потом обидела маму. Она мне еще старенькая. Ну, кстати, моя мама прекрасно выглядит тоже очень. У нас вот эта гимна этика такая. Катюш, почему грустишь? Наверное, то, что я. Шутила. Ну, ну, просто что-то, я не знаю, такое состояние. У нас сегодня усталость, сегодня такой день эмоциональный, на самом деле, был. Потом еще подготовка к танцам. У меня мама не понимает все это психология, что это фигня, как ей донести. вообще, вот, сейчас такой культ детей ставят, вот, может быть, я не права, я не знаю, но это мое личное мнение. Ставят детей на первые, ну, как план, что их там нельзя ничем обидеть, что-то сказать, у них такие ранимые души, там, они там, что-то у них сломается внутри. Вот я, когда росла, ну, в наше время, никакого культа детей не было, вообще, абсолютно. Мы росли абсолютно по-другому. То, что, ну, как бы, смена поколений, что происходит какое-то развитие, я считаю, что это прекрасно. Вот я точно осознаю в своем возрасте, что очень непросто воспитывать детей, это колоссальный труд и большая ответственность. Но для себя я вот поняла, сходя из какого-то определенного опыта, что нужно любить, поддерживать абсолютно во всем, говорить фразу, что ты у меня самый лучший, ты у меня самая лучшая, я верю в тебя, у тебя все получится. И просто быть рядом. И не создавать для ребенка условия, когда он там что-то где-то накосячил и боится идти домой, сказать о том, что ты знаешь. Короче, чтобы ребенку место, вот дом, это было безопасное для него место. Там, где есть мама и папа, которые обнимут, которые поддержат, будут рядом. И там, где просто безопасно. Короче, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот это для себя я поняла точно. Вот, прочитай вот этот вот комментарий, большую девушку написала. Можешь мне вернуть его? Я возраста Кати, и мама у меня примерно вашего возраста. Не можем найти общий язык, про всякую психологию слушать не хочет, говорит, что я просто злая, агрессивная, своих недостатков не видит. А очень сложно вот уступать. У каждого раздутая эго, и тяжело, когда вот, допустим, ты готов принять чью-то позицию, услышать, а другой человек абсолютно к этому не готов. У него все в штыки, он в сопротивление идет. Типа вот, особенно родители, я взрослый, я тебя слушать не буду, потому что я тебя на ранг выше, как бы умнее, там, мудрее, сильнее, и ты должен меня слушать. У родителей в основном такая позиция. Они не готовы переступить через свое эго, попытаться услышать и уступить. Это очень редко, когда бывает. А это, мне кажется, важно, потому что все мы люди в первую очередь. Извечный, извечный вопрос родителей и детей. И всегда потом дети понимают нас, когда сами становятся родителями. Вот это я по себе просто знаю. Ну, во многих вопросах понятное дело. Вот я не спорю, что воспитание — это тяжелый процесс. Очень. Я, в принципе, уже могу представить и понять, насколько это тяжело. Но вот, допустим, то, какая буду я, мама, зависит только от меня. Что с Игорем? Ничего. Да, конечно. Мама очень красивая, это правда. Да, у Кати есть братик. Зовут Матвей, ему 12 лет. Он сейчас сидит и ждет маму, скучает. По мне. По Кате тоже скучает. У них разница в 11 лет. Я сама мама, но я согласна с Катей старшим. Мне 27 лет по сей день. Мне не хватает безговорочной поддержки от мамы. Вот поддержка родителей — это вот такой фундамент. Это так важно. Вот я понимаю, насколько это важно. Да, родители все делают от безусловной любви, понимаете? Никто никого не хочет обидеть. Просто у каждого разная подача, я не знаю. А ты считаешь, что, типа, вот у тебя, да, там, допустим, незапланированная, ну, как бы, беременность? Ты не планировала ребенка, ты не хотела его, он рождается. И ты считаешь, что ты, безусловно, его любишь изначально. Просто потому что, мне кажется, не у всех включаются вот эти материнские инстинкты. Ну, материнский инстинкт, он может вообще, в принципе, неважно, не у каждого вообще включается, он даже с первым ребенком. Я тебе так скажу, у всех по-разному. Ой. Это что такое? Ну, вот о том я и говорю, что можно и не любить своего ребенка. Да как? Его невозможно не любить, Катя. Ты его 9 месяцев носишь. Нет, это надо сначала вот родить и потом понять. Как вы думаете, возможно ли забыть человека, которого ждешь и любишь уже 5 лет? Нужно переместить фокус в первую очередь. И как бы банально не звучало, но все, что происходит в твоем мире, короче, все начинается с головы, вот отсюда. Поэтому очень важно, я не успеваю, очень много вопросов. Безусловно, любовью может обладать только мать, да, это правда, мама. Мама никогда не предаст. Короче, по поводу вопроса, там, 5 лет любить. Короче, это выбор за вами, это вы выбираете его любить. Я думаю, что нужно, не знаю даже, если честно, не знаю, что у вас за история, детально не знаю, поэтому лучше, наверное, легко отпускаешь людей, смогла бы простить измену, дай второй шанс, или сразу обрубаешь. Очень сложно отпускаю людей, вы даже не представляете, насколько я очень привязываюсь. Потому что в человеке, которого я встречаю, я размещаю абсолютно все. Вообще, в целом смысл своей жизни, ну, всегда совершала эту ошибку, смогла бы простить измену, я прощала измену, давала и не второй шанс, и третий, и четвертый. И не могу я сразу обрубать. Но это все говорится о нелюбви к себе, поэтому, и о том, что у тебя нет внутренней вот этой опоры. Поэтому сейчас работаю, весь фокус вовнутрь, и работаю над своим состоянием, над любовью, над принятием, чтобы было по-другому. Бывает такое, что просто любишь, а бывает болеешь, и кому не просто любишь. Ну да, есть привязанность, есть любовь, разные абсолютно вещи. Маме 44 года. У меня не выходной, мы в Сити. Что делать, если есть чувства, и у меня, и у него, но нет уверенности сказать это друг другу. Мне кажется, что когда происходит какая-то у вас синхронизация, не знаю, и ты чувствуешь его, оно как-то само собой. Очень мило. Сходите вы в кино. И я вас тоже крепко обнимаю. Очень мило. Добрый вечер, шикарные дамы. Катя, как относишься к религии? Веришь в Бога? Верю, очень верю. Меня очень спасает вера. Моей маме 44 тоже, но она 79-го года рождения. Получает. Дармоедов. Катюша, тебе это не подходит. У меня так рука выгибается. У меня так пластика твоя, это пластичная. Нет, это суставы, мам. У меня что-то гипер, что-то там. Восьмидесятого в год обезьяны родилась мама твоя. Мне нравится очень Тея. Мила нравится. Мия. Теона или как Теона? Теона, не знаю. Короче, Тея. Вот кратко, очень красивое имя. Мне не нравятся такие, знаете, русские. Таня, типа. Извините, пожалуйста. Я думаю, что тут много Тани. И Катя мне свое тоже не очень нравится, если честно. Когда планируешь прилететь в Хабаровск? Хотела бы вообще переехать куда-нибудь. Я бы хотела остаться здесь и никуда не уезжать. Ну, в плане Хабаровска я точно не хочу. Вообще, вот год обезьян я люблю вот этот год. Ну, меня не близки. Смотрела на Танюю карту, это вопрос. А. Ну, что я на Левку. А, я не поняла. Спасибо большое. Твоих... Красотки. Спасибо. Эмилия, Милана, тоже красивые у нас. Нет, это не вопрос, что-то там пишут. Да я поняла уже. Хабаровск просто. Пусть и не холодно, я это ткучила. Не дую? Не, нормально. Не нормально. Не, нормально, не знаю. Мы сегодня пораньше закончили. Я, конечно, скажу так. Я поражаюсь вот этой выносливостью. Это такая трудоемкая работа. Так устаёшь. Просто порой даже покушать некогда нам даже. Да? Тяжеловато. Знаешь, что я понимаю? Вот сейчас я честно хочу сказать. Спасибо. Чувствуешь, да, что я такая в напряжении очень часто. Да. А я... Да. Я тебе уже говорила, что это мысль, ты на неё так не отреагировала. А это правда. Я постоянно на тебя смотрю. И я всё время в тебе... То есть мы настолько похожи. Просто детально. Я не знаю, есть ли те качества, которые не обладаешь ты, но не обладаю я. Такое ощущение, как будто мы два одинаковых человека, но только в разном обличии. Ну, ты же дочка моя. И когда... И ты знаешь, вот этот момент, когда тебя что-то раздражает... Ой, когда... Вот ты видишь человека, и тебя в нём раздражает то, что есть в тебе. И ну я потом... Мы с тобой лично ещё на эту тему пообщаемся, потому что я чувствую этот напряг. Он меня саму... Да, я скоро выживаю. Когда ты уедешь, я буду рыдать, выть волком. В том-то и дело. И я не случаю... Лишь не храждайся пока. Приходите на Дом-2. Здесь вы обретёте уверенность. Ну, скорее всего. Выбор за вами. Мы с мамой абсолютно разные. Бывает и так. Вот я вот, конечно, не хотела бы вот эту тему поднимать. Но вообще я хочу сказать, что очень важно, очень важно принять свою маму. Какая бы она ни была. Вот прям это важно. Ладлина мне больше нравится. Это очень... Это важно сто процентов, потому что ты изначально... Я прям чувствую и верю в то, что у меня вот 50% отец, 50% мама. То есть во мне есть что-то твоё, во мне есть что-то отцовское. И это только... И это не только... Ну, это в принципе логично. И когда, мне кажется, ты не принимаешь одного из родителей, ты не принимаешь в себе какие-то моменты. И момент принятия, он очень важен. Но это так сложно. Это вот... Ну, для меня это сложно. У меня всегда вот периодами... Ну, типа, по-разному. Такая вот качеля. Как... Ну, короче, ладно. Слишком, наверное, откровенничать я не хочу. Это не... Да не надо, конечно. Просто... С одной стороны, хочется, потому что я знаю, что есть огромное количество людей, у которых такие же проблемы, как и у нас. И... Мне было бы интересно послушать, знаешь, там... Чью-то историю... Мне кажется, в этом... Это же жизнь... Кать, поверь мне, есть истории намного хуже... Так я не сравниваю, а просто в любая история, неважно, хуже, лучше, просто любая история. Ну, я многое не успела ему сказать. Вот это страшно, когда... Я бы очень хотела принять своего отца. А вы его примите все равно внутренне. Скажите ему, что... Я тебя вижу, я тебя принимаю. И я даю тебе место. Я тебя люблю. И все. Это вот пускай будет в душе. А вот, кстати, по поводу любви у нас в апреле был разговор. Помнишь, я тебе говорила про отца? Хорошо. Хорошо. Я тебе сказала, когда ушла в терапию, я почувствовала, что как будто бы... Ну, во-первых, нехватку и любовь. Мне казалось, что я его люблю. Вот, знаешь, ни с того, ни с сего я его люблю. Моя душа любит его душу. Вот так вот. Как бы странно это не звучало. Ну, да. Но когда я разговаривала с Прель, она говорит мне, ну, типа, позвони. Я ему звоню, а меня вот так вот все. Говорю, как робит вот так. И она мне сказала такую мысль о том, что вам так сложно, потому что и он тебя обманывает, и ты его обманываешь. Она говорит, ты его, ну, типа, не любишь. Ты придумала образ себе, в который... Потому что как ты можешь любить человека, с которым ты не знакома. И я поняла, что, ну, вообще-то, как бы, это реально так. Ну, ты, ну, Катя, слушай, он... 44, мама. Он вообще... Ты его вживую вот так вот вообще не видела ни разу. Понимаешь? То есть понятно, что... Ну... Дом-2, я давайте просто так скажу, это вот реальная жизнь. Но там есть и люди, которые играют. Игровые персонажи. Абсолютно неискренние. И мне кажется, что зритель не глупый, и зрителя не обманешь. Они все это видят, и все это очень читаемо. Точно не дует тебя? Не, нормально, мне нормально. Я не хочу, чтобы ты уезжала, если честно. Ой, знаешь, все, вот я уеду. Хворе. Хорешта. Так, привыкать. Так, а что было столько много народу, все, наверное... Ну, не всем интересно слушать. Вот, кстати, интересно, вот с какого города вы? Вот сейчас сидят дальневосточники или... Вечер добрый. Катюша такая, сила прекрасна. Катюнька. Видишь, как тебе люди любят. То, что вы говорите о любви к отцу, это говорит больше о вас и вашей чистой душе. Это такая редкость. Спасибо большое. Похожая ситуация в шоке, что с мамой, что с ума я убила. Может, раз пять за свою жизнь, мы живем в одном городе, мы никак не общаемся. Вот даже кто-то в Екатерингу, в Москву, в Москву. О, смотри, Саратов. А, кстати, Саратов, это город Балашов, там есть. Вот мы жили там, кстати, я маленькая была, жила там. В Вишкек, Ростов, Иркутск. Боже, всем привет, Иркутск, Казахстан. Вот это да, просто. Катя, ты посмотри. Боже мой. Вот это да. Что? Да я вообще, ну, посмотри, Балахово. А Балашов вот есть, нет? Сколько лет твоей маме? 44. Чита, Чита, всем привет, Чита. Чеченская республика даже. Здравствуйте, Екатерина, приезжай в Сургут. Минск. Я уже начинала. Здравствуйте, Минск. Наш этот год, Минск, Ростов. В Ростове будете? Я, кстати, в Ростове была в прошлом году, мне очень понравился. Нет, в прошлом году я была в Питере, позапрошлом году мы были в Ростове. Мне очень понравился Ростов, очень просто. Да? Да, мне очень понравился Ростов. Мы, да, но дома-два. Екатеринбург. Мы скоро будем лететь в Сочи через Екатеринбург. Я, кстати, никогда там не была, но вот пролетом будем. Кстати, а Спар круглосуточный? Приезжайте, о, Новосибирск. Новосибирск, Игореш, по-моему, да, туда? Не знаю. Слышно я родила. О, мороз. Что-то так быстро. Господи, где мои 17 лет и моё зоркое око? Ой. Волосы у меня. Слушай, так прикольно, так общаться с людьми. Я тебе не представляю, что... А мне девочки говорят, что ты постоянно в эфире, что ты постоянно в эфире. Ну, вообще здорово. Да, Игорь, в основном, Сибирске тоже суровый. Ой, господи, я не вообще суровую. Откуда Игорь? Игорёха, Игорь, вот, а ладно. Я хочу остаться в Сити, я не хочу уезжать отсюда, если честно. Я не знаю, что мне делать на поляне. Я уже отвечала на этот вопрос. Говорю, что, ну, как бы... Участница и участница. Мы разные вообще. У меня нет негатива. Не грустно для тебя, что брать живёт с мамой, у них будет отдельная жизнь. Будет отдельная жизнь. Просто я съехала от родителей в какой-то степени. Даже завидую своему младшему брату, что он всегда с... Даёшкин. На самом деле, я уже взрослая, это моё решение было, осознанное, уехать. Приезжайте вместе с Ольбековым в Осетию. Вот мне... Можно мне вот на этот вопрос ответить? Ну да, конечно. Чего хочешь? У нас, ну, между Катей и братом 11 лет разница. Когда родился Матвей, Катюхе было 11 лет. Конечно, имеет место быть вот такая вот там ревность была однозначно. Ну, это у всех. Это у всех так, мне кажется. Всегда старшие дети ревностно относятся к младшим. А потом всё равно вот эта разница большая в возрасте, она уже взрослая, она давно с нами не живёт. А Матвей ещё ребёнок. Он в любом случае, конечно, с нами. Спасибо большое. Спасибо, Юдочку. Ой, спасибо большое. Так приятно вообще прям. Огромное спасибо. У меня одна маленькая, и у мамы вот большая. Вот такой вот глаз. Я всегда угораю, если честно. Ну, это такая история, ребят. Даже не хочу рассказывать, но это тоже вот всё, знаете, в таком возрасте, когда ты вообще ни о чём не думаешь. Какой ни о чём не думаешь? Сколько тебе было лет? Ну, а чё? Ну, я не совсем молодая была. Ну, мне так захотелось, так захотелось. Я даже не буду рассказывать историю, почему именно это. Пусть это будет моим секретом. Ну, не знаю. Сколько мне её надо лет выводить, я не знаю. Поэтому я её ношу. Ну, я уже к ней привыкла. Я так угораю, мне теперь часто пишут эту фразу про бледного. Я когда, я не знаю, ты видела в выпуске, я надо было пить, выйти. А я просто реально так перепугалась, думаю, нифига, я сейчас пою там. Как всегда, она всегда... Я чувствую, что мне уже плохо, у меня головокружение такое лёгкое. Она всегда боится, вот ей так страшно-страшно, а потом выходит и делает идеально. Ну, вот так всё. Ну, идеально не... Ну, для меня всегда идеально. Ну, понятно, ты моя мама, я твоя дочь. Вы как подружки, спасибо большое. У меня вообще что-то... Такой свет тоже... Ну, честно, мне так пофиг, как я выгляжу. После вот этого вот всего, мне уже ничего не парит. Сегодня был такой день, в общем, мама. А у нас дверь закрыта? Катя, у нас дверь закрыта? Не знаю, не помню. А света закрыла, да? Не знаю. Нет, не закрыла. Сейчас прикинь-то ему, там, вечер в хату. Что у вас с Игорем? Чё у тебя с Игорем? Ничего. Ну, ничего с Игорем. И нич... И ничё. Как можно общаться с Игорем? Он сам себя любит. Не может не было с Мхам. У вас в водительской области не хотели бы. У мамы есть, у меня нет. С Игорем мы не вместе, да? На самом деле, честно, какое у меня возникнет желание, когда я вижу, что человек... Он к нам, если честно, приезжал недавно, и мы там проводили время вместе. И я такой человек, я очень быстро отпускаю все обиды, я не могу долго обижаться, я всех прощаю. И было, на самом деле, прикольно. Он нашёл там общий язык с моей мамой, и он такой, знаете, свой в доску, я бы сказала. То есть, было с ним комфортно, но... Исерха... Везвы. Я думала, это стихо сказал. С ним было комфортно, но по итогу, типа, человек просто, ну, как бы, по кругу вот это вот, у него история. Я на это смотрю, естественно, ну, мне как бы это не... Меня это не привлекает всё. Девочки, уже их здесь нет, мы вдвоём живём. Какую музыку слушаешь? Разную я, миломан. Привет, Ельца. Привет. Привет. Мама не хочет. Чё, мама? Участницей стать. Спасибо. Ой, да вы что. Только не участница. Я вот эту неделю пережила, господи. Ещё не закончилась. Ещё вот эту неделю. Она ещё не закончилась. Ну, как ты в итоге к Ане поедешь? Или до конца? Ну, я по-любому в воскресенье буду... Ну, это понятно. ...на конкурсе. Ну, наверное. Не важно, кто меня в аэропорт отвезёт, мне ночью улетать. Тяжело ли, долго ли учиться петь? Я не знаю. Честно, сама у меня вот был опыт 4 года, ну, 3 и... Ну, 4 года на музыкального руководителя училась, но там академический вокал. Я потом пошла на эстрадный вокал месяца в 6, я полгода, наверное, ходила. Пыталась переучиться вот это вот у меня, потому что на куполе вот эта вот история. Я рядом, мама твоя, я думала, подружка, мама. У мамы есть муж и сын дома. Да, Оксана, как вам, Игорь? Оксана, Ксюш, ну, смотрите, я как скажу, да? Во-первых, я не видела сразу, предупреждая вот эту серию, там, вот такую грубую. Где мама меня назовет такой. Да, там и он там, что я такого, я не видела. Но когда я приехала на поляну, меня он встретил очень достойно. Я не ожидала даже, он там с цветами, он голодно предложил мне покушать, приготовил рыбу. Всё равно я на стрессе, плюс переезд, семь часов, восемь почти полетела. Перемена вот этого времени. Ну, всё равно возраст берёт своё. Ну, как бы мне так тяжеловато было, но он так всё аккуратно, всё это понравилось. Он умеет грамотно, ну, так, знаете, как бы... Влить в ушко, да? В ушко, да, в ушко там нормально. Верно. Так, залезь. Ну, мы-то, знаете, бывалые, ну, я имею в виду, ну, я нельзя так говорить, да? Да всё можно. Всё это понятно, что... Я ему дала чётко понять, что Катя как бы всё уже... Ну, не надо им быть вместе. Забыла, да, вопрос? Да нет, просто я хотела, понимаешь, я это подбираю, чтобы... Я тоже, вот, кстати, я чувствую, я знаю, что мне важно. Потому что я бы сейчас как сказала бы, сказала бы, но мне приходится подбирать речь, слова. Тату не больно бить, ну, мне было не больно, но мне было приятно, я вот так скажу. А тебе больно? Мне? Ну, было, да. А мне замораживали там чем-то, мазали, что-то такое. Сначала было более-менее, а потом уже под конец так было, ну, больно. Привет, привет. Я не знаю, кто там спрашивал про Игоря, вы, наверное, так и не поняли мой ответ. В общем, к Игорю я отношусь достаточно нормально, но это не Катин пассажир абсолютно. Вот так, можно я скажу? Пусть он вот с другими поролезет. Ну, мама сначала, сначала она говорила, ну, я считаю, что мы как картинка, типа, действительно очень, я сейчас смотрю, мне делают фан-группы видео, монтируют, и реально настолько все как бы со стороны красиво, настолько мило, я вижу, какая я там рядом с ним, но это если не брать в счет вот эти вот моменты, которые были между нами, где он меня там обманывал и так далее. Короче. Ну да, я ему тоже сказала, говорю, на самом деле вот у них красиво очень было, прям, и он ухаживал, ну, казалось бы, ну, вот все уже, ну, вот, почему не развивать дальше взаимоотношения? Зачем надо было прыгать, скакать с одной на другую, вот это не понимаю, для какой цели. Конечно, я, Катя, Катя, вообще все достойно, я горжусь своей дочерью, она молодец, все правильно. Хорошо, что у нас ничего с ним дальше не зашло, потому что вот тогда бы мне было эмоционально намного тяжелее. Доживу, надеюсь. Сейчас я вообще, как бы, ну, можно сказать, спокойно, я тем более не там, я здесь. Я как-то сижу, гадаю. Спасибо большое. С мамой как состренки. Катя, какой-то комментарий пропускаешь, что я уже... Просто так быстро... Да, очень быстрее. Что-то прям... Я бы ей лет 32. Мне, да, спасибо большое. Надеюсь, что мне. Я сегодня... А, у меня, кстати, в Инстаграм можно зайти посмотреть мой. Катя меня заставила Инстаграм завести. У меня сегодня в такое платье упаковали. Красивая она. А я вообще платье не ношу. Я люблю спортивные костюмы, кроссовки, джинсы, шорты. Вот такое я люблю. Правильно. Я, честно, я думаю, лучше бы Игорь за периметром вот эту вот всю движуху устраивал. Понятно, что к нему вопросы. Вот, смотри, большой вопрос. Я думаю, Катюх, на съемках, я думаю, конечно, сто процентов. Потому что если ты начинаешь троить, то с тебя спросят. Ну, не так, как мама выражается, а просто... Либо строить из себя человек, которым ты не являешься. Как-то пытаться, не знаю, быть хорошим. У тебя просто в какой-то момент может кукуха поехать, улыбнись. Мне пока тяжело, у меня напряжение внутреннее. Катюха, ты вообще приплыла на заднем плане? Я не понимаю, что ты. Ну, что я грустная, типа. Да у неё конкурсы. Спасибо большое, очень приятно. Да какой конкурс? Николом Макс и Элина. Дальше мы будем на кого смотреть. Поняла. Спасибо. Мама выезжает скоро уже. Спасибо большое. Чё за херня опять? Ёшкин, мне бесит. Да постоянно что-то включается. Я не вижу, как ты это... Ты как себя чувствуешь вообще? Эх, у меня очень сильно не зелёта. Я чё? Ты мне давай, это не пугай. Катюша, так... Помахать. В личные сообщения тебе кто-то хочет пообщаться. Пускописы. Тебя хотят поддержать. Пишите. Как ты лечишь акне, Катя? Наружными литиномедами. Клинзит у меня. Клинзит С. Клинзит С. Они сейчас сыплет жёстко. Они... Клинзит в лесу, да. Они не будут танцевать вместе. Она... Катя будет одна. А Макс... Ну... Решил, что он... Катюшн решил. Можно говорить им? Ну, там уже есть, ну, это... Телеграмму. Всё это написано. Короче, он не будет. Танцевать. Жаль, что мама уезжает. Вроде, ну, Митя, ты чувствуешь такое напряжение, и мы всё равно как-то у нас... Чуть-чуть мы далеки. Поняла, да, про что я говорю? Нет, я не понимаю. Ну, всё... Ничего... Чуть всё это понимаешь. Я ничего не понимаю. Мам! Катюха, когда у тебя день рождения? У Катюшки 29 марта. 2001 года она родилась. Она у меня... Овен. Катя, сохрани эфир, пожалуйста. Нет возможности. Блин, ребята... А там кто-то сохраняет за неё этот эфир. Да, там есть в записях. Просто мне это не хочу... Нет, Катя не одна в семье. У неё ещё брат есть. Младший. Ой, так приятно, Катюха. Младший братик есть. Матвей. Самый. Он у нас хорошо очень учится. Он такой. Он тоже шкодливый такой. Какие знаки зодиака? Вам нравится? Или что? Катька, вот реально мне надо очки одевать. Вот так. Да мне со мной что-то не видно. Помоги, там я пропустила. Я хочу за это спать. Ну давай ещё чуть-чуть ответим. А то когда я с ними ещё пообщаюсь? Ну да, страшно. С твоими любимыми подписчиками. Дочь, там много вопросов. Как это сделать? Так. Какие знаки зодиака вам нравятся? Да так сказать. Я вообще на самом деле такой коммуникабельный человек. Я нахожу общий язык с любыми знаками зодиака. Вот абсолютно с любыми. Кто сохраняет... А мы не знаем, кто сохраняет эфиры. Ну там в ютубе. А в ютубе, да. Напишите просто... Ты шаг каким-то образом пишет, хотя они уже... Загуглите в ютубе Екатерина Квашникова. И вам прям там прямые эфиры повылазят её. Правильное слово? Нельзя так говорить? Да. Мама супер, добрая, общительная. Не строит из себя хреновыми кого. Понятно сразу кого, Катя. Дай бог вам всего доброго. И светлого. Ой, благодарю вас. И вас, вам, Ксюше, тоже. Всего доброго и светлого. Спасибо, что вы нас прочувствовали. Что можете сказать про знак Зодиака Лев? Ну, это такие люди, которые себя любят. Они любят дурака богата, чтобы было. Они всегда будут отличаться из всех людей. Потому что они не могут быть на втором плане, эти люди. Хороший знак Зодиака Лев. Но это царь. И его нужно принимать таким. Как отнеслись к тому, что Катя пошла на дом-дом? Я вообще хочу сказать, я её поддерживаю во всех её. Я её честно сказать не знаю. Я ей гладила вещи. Собиралась. Ну, на протяжении у тебя по настроению. Ну, потому что я переживала. Я понимала, что можете сказать про знак Зодиака. Дева, да, там, по-моему. Катя понеслась там, понеслась движуха. Я не могу, помоги мне. Там просто пальцы. Там про Деву, да. Но это люди такие... Для меня это вот люди чистоплюя. Они там, то есть, вот так вот там, так, что вот тут вот. Пыль, грязь. Но они такие... Они в предпринимательстве такие предприимчивые. Они, кстати, схожи чем-то со стрельцами. Но очень дотошные, очень дотошные. Любят, чтобы всё у них по полочкам было. Катюша, смотрю эфир, и я так к тобой прониклась. Честно, признаться, вижу в тебе себя. Потому спросила про день рождения. Вот тоже 29 сентября. Двойка у вас. Вы тоже завязываетесь в отношениях. Это не так. Тоже 2001 год. Подумала, что как быстро всё пишется. Весы. Будто родственная душа. Так приятно, да, когда вы пишете. Да, как вам все ребята на Доме-2. Все они хорошие. Они... Ну, они своеобразные все. Девы-люди порядка. Слышно? Да, девы-люди порядка. Правильно. Так вот, одним словом. Все своеобразные. Каждый по-своему интересен. Они вот индивиду... Каждый индивидуален. По-своему. Катя, помогать клинзит С. Долго лечишься? Да, ну... Ой, мам, у меня вообще не знаю всех. Она сегодня так уж там. В общем, питание... Из-за питания хренового. И вот так вот делать не надо, чтобы лицо было чистым. Да все и можно, без этого ничего. Я, кстати, курила очень много лет. Ну, как... И вот так вот бросила за... И пять лет не курю. И счастлива. Когда у тебя планы... Мужчина, 20 ноября. Скорпион, как вам? Ой, скорпионы, они вот... Смотря кто вы по знаку зодиака, мужчина. Ну, если вы мужчина, то скорпионы, они такие, любят докопаться до сути. Вот они такие, их нужно... Но скорпионы, если мужчина, вы будете с ним как за каменной стеной. Ну, они своеобразные. Так, меня все обсыпало. Так, почему там вас все обсыпало? Быстро... Я не пойму, Катя. Помоги, блядь. Как бросили. Ой, ребята, ничего не тяжело. Я вам расскажу. Вот если я сейчас начну рассказывать, как я бросила, эфира не хватит. На самом деле, я уверена, что здесь есть такие люди, как я. Да, в общем, я так расскажу. Меня в 37 лет посетили панические атаки. Я, ну, реально, я не знаю. Ну, это жизнь, я хочу рассказать. Я сначала не поняла, что это было вообще. Катя, так нельзя. Ты хотя бы тогда читай быстренько. И за курением сыпала, вывести его. По-любому из-за курива обсыпала, собственно. Пускай уже зачеханутый, блядь. Ой, это просто уже на стрессе. Очень интересно рассказывать. Я телец. Ой, тельцы. Это вообще, они любители покушать вкусненько. Самые вообще мои любимые у меня. Я тоже, кстати, я не телец, но в акцингенте я телец. Катя точно забавная. Ну да, ну вы извините. Тихо. Начала про панические атаки. Сейчас выражу, выражу. Да, ладно, внуков хотите уже. Не понял, что это было. Подожди. Внуков очень хочу. Это стресс. Это прям стресс. Вот я тебе говорю, блядь. Ты чеканутый. Ой, мой боже. Папа, все, все успокоилось. Я стрелец. Фу-рэво. Я вообще обожаю тоже. Сама. Ой, какой твой любимый. Ой, много, честно. Сейчас не запрошу. Правильно. Спасибо. Катя, что должна выиграть в конкурсе. Я тоже так считаю. Я считаю, что оно открытие года. Я лев по асценденту. А Катя, кто? Да, Катя приехала. Мне нравится. Кстати, я познакомилась с Водолеем. Вот мы общаемся. У меня Матвей Водолей. Я вообще их обожаю. Но они очень странные. Они такие своеобразные. Но, так скажем, они галантные. И умеют ухаживать. Такие. У меня подруга лучшая Водолей. И вот я ее обожаю вообще всей душой. Живые, князые. Ой, а вы на меня подпишитесь. Я буду выходить в эфир. Катюха, будь моей снохой. Живем в доме. Напишите еще раз. Я не увидела. В Германии живу. Смотри, снохой такая. Хватит игнорировать. Мама не колет. Только губы колола. Я давно, года два назад, а так я не колю. Ботокс вообще не колю. Я боюсь. Знаете, чего боюсь? Я боюсь, что у меня веки упадут. Просто у меня знакомая уколола ботокс. У нее веки упали. Я что-то не хочу. Я боюсь. Я буду стареть естественно. Пусть будет так. Там вопросов много. Так, про панические атаки было вопрос. Я вам могу рассказать, как ты из них вышла. Я сама не знаю. Это очень, ребята. Кто страдает, я вам помогу. Это мама. Катюша, привет. Привет, привет. Так, у меня друг из Швейцарии, если что, имейте в виду. Так, сколько другу лет? Мам, так, тихо. Как вы отреагируете, что мама Игоря назовала Катю тупой? Она говорит, все, сейчас, короче, это будет харакири. На самом деле... Ответить, да? Ну, мама нормально отреагировала. Ну, конечно, я не особо... Ну, как? Ну, это и... Как вот сказать? Ну, мне не очень особо приятно, конечно, что мою дочку там называют тупой. Или там, я не знаю, как тебе там еще. Мне это не очень нравится. Но, опять же, я всегда говорю Кате, когда тебя оскорбляют, это не твое. Это вот... Это их вот. Кто это сказал, это их. Все. Вот. Зачем ты мне повторяешь? До свидания. И все. И не надо воспринимать. Вот. Счастье, здоровье. Сейчас вы увидите, какая милая в эфирах. Ай, спасибо большое. Очень красивая, классная очень. Катя, как бы. А, кстати, чем губы крашу. Я сейчас вот здесь покажу. И, кстати... Так, будут... Нет, они не будут вместе. Мама, очень красивая, спасибо, так быстро. А почему гепард? А, ну это вот такой сарказм гепард. Гепард же быстрая живота. Катюха медленно. Ну и вот решили ее так гепард назвать. А потому что ты знаешь, почему ты кашляешь. В сегодняшнем эфире будут показывать тебя и мама. Ой, я не знаю. Я даже смотреть не буду. Ой. Или нет? А где мои помады? Сколько лет маме? Я 79-го года рождения. Мужчины, рыбы. Вот смотрите, там рыбы, они... Ой, я рыб терпеть не могу. Вот так расположены. Вот есть, которые против течения, а есть, которые по течению. Которые по течению, они спокойные такие, махаличные люди, романтики такие. Которые против течения, кстати, они схожи с стрельцами. И такие пробивные, но они очень злопамятные. Вот именно рыбы злопамятные. Да, это правда. И они вам нанесут удар в спину, когда вы не ждете. Короче... Катя курит, я не могу. Мне нравится комбо. Вот я наношу на контур карандаш. Это для бровей 002. Потом я беру пупа. Я не знаю, где он сейчас. 004. Записывайте. Чуть-чуть вот здесь. Мама есть. Вот здесь 004. И на серединку вот такой розовый. Это 04 Вьен Сабо. Еще мне понравился вот этот карандаш. Сигарет. Мистэйс 765. Ничего не видно. Короче, вот такое вот. 765. Очень классно. Мамину ссылку. А у меня... Вы зайдите в историю. Там публикация ее. Катя курит сигареты. Мне это очень не нравится. Потому что она кашляет. Она постоянно кашляет и закурила. Я не знаю. Ну, это ее выбор. Мне не нравится это. Катюш, ну, старайся меньше, особенно дудки. А я ни дудки не курю. Да вообще сигареты я не... Ну, я... Короче, ладно. Это история с курем. Мне кажется, что она бросит курить однозначно. У одной девчонки глаза вынесли из однозначно. Может, это правда? Че, серьезно? Че, серьезно? Как? Как нельзя? Почему? А что случилось у нее? Почему так произошло? Боже мой, курит, не курит. Это ее личное дело. Ну, да. Ее личное дело. Ну, я как мама, у меня сердце кровью обливается, честно. Мне 23. Я не ушла. Я не ушла из дома. Два. Перерастет. Я тоже, я надеюсь, что она перерастет и... Знаете, я сейчас на Дом-2 не можно курить. Правильно. Они вообще внимания у нас завистников. Спасибо большое. Слушай, у тебя такие хорошие, милые люди. Потому что это мои люди. Вообще такие лапы. Мои люди всегда со мной. Я не больна. Мам, я раскашилась из-за тебя. Вы все всегда. Почему я тут виновата? Я всегда у Кати виновата. О, не надо мне тут. А, прикинь, точно, правда. Все, давай вот, скажем, какие-то дурные. Сколько лет начали курить? Считаю. Я курить? Я курила, а потом я бросила. Есть 14. Я не курю 5 лет. Бросить курить, когда будут семьи и дети. Да. Они все дают меньше, кстати. Все думают, что я малая. Ну, хотя я и так. Есть ли у вас мужчина? Да, конечно. Как к Бузовой относитесь? Я хорошо к Ольге отношусь. Она молодец. Она трудяга. Она, кстати, козерог. Она такая трудяга. Вот просто. Сколько в ней силы вообще и мощи. Мама говорит, очень красивая, очень молодая. Спасибо. Да, Катя курит прям конкретно сигареты вот эти вот. Которые вот эти вот. Чап, мама называется. Луки воняют, вот это волосы. Ничего не воняет. Выстревывается. Любимый парфюм. Ой, я вообще люблю такие неприторные. У нас сейчас Версачи. Такой фиолетовый я люблю. Да. Какие ты куришь сигареты, я у тебя спрашиваю. Какие-то коричневые такие. Кайф, да. Че, мама, кайф хочешь? Че такое кайф? Кайф? Это когда ништяк. А че такое чак? Мама. Это сигареты такие. А сколько вот куришь ты реально? Я не знаю. Очень мало. Ты же сама видишь. Не дурите с грудью. Вам многое дано от природы. Мама говорит, что мне надо делать. Катя не куришься, ты красотка. Нет, она в ревод. Че ты вот тоже рассказывала? Ты мне всегда говорила. Нет, она, смотрите, она комплексует по этому поводу. Я говорю. Мам, я никогда не комплексовала по этому поводу. Я, наоборот, в какой-то момент без рифчика начала ходить. Ходи, ты мне что сказала по поводу моих сисек? Слушай, ты сама тут всем кричала. Потом, естественно, мне стало. Во весь рот, что ты стесняешься. Я смотрю здесь, мама, ну давай по чесноку. Но это нормально. В этом ничего такого нет. Че ты сразу начинаешь? Я у него виновата. Я не говорю, что ты виновата. Просто ты мне много раз говорила, что у меня сисек. Мама вообще никак к Игорю не относится. Вообще никак. Ты говорила нормально. Ну, в смысле, к нему я конкретно никак не отношусь. А к нему? Ну, он мне... Ну, нейтрально вообще вот так. Можем сказать? По факту, не знаю, сейчас тут... Нет, просто водолей и лев. По факту, то, что ты говоришь про... Вообще никак. Про грудь, это правда. У меня, ну, реально есть... Бывает такое, что со стороны эстетики, ну, как бы у меня их совсем нет, этих грудей. Ой, Катя, давай эту тему, блядь, закроем. Просто спросили, что ты материшься. Какой ваш родолей был? Нельзя тебе. Ты у меня интеллигент. Где мы проживаем в городе Хабаровске. Родилась и вот... И Катя родилась в Хабаровске. Мои дети родились в Хабаровске. А я родилась в Приморском крае, в городе Артёмин. Что за дизлайк? Я козерог, муж телец. Это тебе за твое поведение. Я козерог, муж телец. И это супер отношения. Ну да, я представляю, вы, наверное, ну, как бы, нету проблем у вас в плане зарабатывания денег. Такие люди. Мам, ты реально веришь? Я, да, я люблю это. Если, то есть, кто-то водолей, то у него все ватки всегда в кармане есть. Катя, у него сам очень красиво. Матрикс. Вы сейчас сидите? Да. Я овен. Лезут, но я думаю, это не из-за кератина. Ну, я смеюсь. У меня мама тоже, как бы, иногда любит пожестить. Вот, козерог и овен, это, конечно, да, два упертых. Чего ты дизлайк вообще не пойму? Я уже нормально все говорю. Можно ли? Нет, это, короче, тут такая новая штучка. Может, я вам. Типа показываешь, а мне нет. Можно, что там быстро вообще у меня? Да, мам, муж козерог, я овен, это кошмар. У меня был, кстати, парень козерог, а я тоже, а я овен. А вот, кстати, стрелец и дева, они, им тяжело вообще найти общий язык. Вот, особенно, если это, вот я, допустим, я не хочу сейчас никого обидеть, но вот я именно про мужчин говорю, да. Вот, я стрелец, и я деву, мужчину увижу, вот даже вот, вот будет стоять 10 человек, я скажу, вот это дева. Стрелец с девами очень плохо. Ну, и состыковка. Ну, это опять же, это общие характеристики, может быть, люди, не подходить по знаку зодиака, или там погоду, но жить 50 лет, вот как мои родители, 55 лет вместе прожили, им, кстати, дали орден, значок такой, нагрудный, и это все. На самом деле, отношения, это работа, и все. А так, это общие характеристики, ну, вообще, вот, как бы, я в это верю очень. Да это шляпа полная, мам. Водолей и Лев не подходят друг к другу, не спали, Водолеем тяжело. Ну, потому что Водолей тоже, как и Лев, он, ну, такой, не будет на вторых планах, ему нужно быть на первых планах. И Лев такой же, и друг другу тяжело вам уступать. И Водолеи, они вообще-таки, немножко не от мира всего. Я козерог, ой, я козерог, муж козерог. Ну, козероги, они вообще-таки, в принципе, люди, ну, спокойные, я так скажу. Конечно, их трудно вывести, но если вывести, то там полетят клочки по заковулачкам. Спасибо большое. Это ты сама начала это вот. Алиса из Искорпиона. Короче, вам надо ко мне, переходите в канал, я вам это буду рассказывать. А тут это, у меня уже глаза в кучу, я уже не могу. Мам, мне кажется, наш исторический смех после сегодняшнего дня. Мне тоже интересно. Ой, сегодня, ребята, тот был день, но потом посмотрите. Не судите строго, пожалуйста, только. Козероги, козероги очень спыльчивые, очень. Ну, и они, но их все равно, вот, допустим, овен спыльчивый, козерог еще его как бы разогнать надо, так скажем. Но если уже разогнал, то все, убегаем. Меня опять спрашивают, сколько глаз образования сейчас будет. Давай я расскажу. Да я просто скажу, что, короче, я после девятого пошла в десятый, но отучившись в десятом классе летом перед одиннадцатым я очень испугалась экзаменов, подумала, что нахер надо, я там бледного словлю вдвойне и точно ничего не сдам. И поэтому ушла. И в одиннадцатый не пошла класс. Поэтому десять и сверчок сразу будет. Я там видела, Катя Лукина, знаете, актриса театра и кино. Да, кстати, у меня есть там анкета. Но только как вы ее могли увидеть, потому что я не платила деньги и она где-то в самом-самом там конце. Она вот будет, посмотри, в открытом доступе тоже видела. Да? Да. Какие каналы на YouTube смотришь? Юлию Ивлиеву шоу-метод смотрю. А сейчас, кстати, на юбок. И она на YouTube. Да, после Дум-2, да, на юбок. Ох, не фа. Уровень, молодец, поздравляю. Короче, смотрю вот. И что? Да и как бы все, короче. Да уже надо спадки. Время с кем-то уже познакомились. Да, познакомились. у меня во льве. Мне кажется, вакондёр. Мы выходим, знакомимся в обиденный перерыв. Все кушают. Никого нет на улице. Честно, это всё не смешно. Вообще просто. Ничего страшного. А мы посмеёмся. Мам! Блин, вот там реально. Всё по-любому это тебе. Улыбнись. Да, разная. В 7 часов разница. Асцендент по рождению и время важно ещё знать. Время рождения. Спасибо. Крутый. В воскресенье мы поедем на поляну. У нас конкурс. Я не хочу и там депресню свою любовь. Держите за Катю пальчики, чтобы она победила. Да, в воскресенье наберу всем, чтобы не, но они были для тебя переживать. Это Элина с тобой. Я так и предполагала, что кто-нибудь да напишет такое. Похоже реально, если честно. На самом деле я вам хочу сказать, что вот Макс похож очень на Катиного отца. А Элинка реально чем-то похожа со мной. Я им говорю, надо идти детей красивых делать, а вы ругаетесь. Была акклиматизация. Была? Спасибо. Мне некогда было, я вообще ничего не поняла. Я до сих пор в себя прийти не могу. Я прилетела, меня как в оборот взяли, у меня не было акклиматизации. Мне кажется, в Хабаровск сейчас прилечу, вот там тоже. А я, кстати, прилечу, я прилечу в Хабаровск и 6-го я улетаю на ретрит, улетаю, уезжаю на ретрит, у нас там Манамай, я, кстати, буду выходить. Манамай, ты можешь тут это не выхватывать? Я выйду в прямой эфир и я вам покажу все, кому будет интересно, покажу прямую эфир. Подписывайтесь поэтому на маму мою, пожалуйста. Только единственное, что я так, конечно, не веду прям там, я не фото там, ой, что-то у меня в шею надуло. Я же тебе сказала, сколько раз я у тебя спрашивала. Ман, ты что, прикалываешься? Что делать, завтра мы куда идем? Не говори только. Спасибо большое. Е-моё. Вид с окна сейчас покажу. там такая красота. Вот так подержи, пока я хоть... А чё, а чё, у тебя реально это? Чё, у тебя реально? Мне ж нельзя просто... Мам, ну а чё ты молчала тебе сколько раз? Мне так интересно, что я бы позабыла пять раз спросила. Пять раз тебя спросила девушка, а ты? Ну, ответь. Пять раз спросила ты. Я у тебя пять раз спросила, не холодно ли тебе? А я мама... по профессии юрист, Ага. А кто? Нет? Да, я юрист. Что с Игорёшей? Что с ним? Я сама не знаю. Он спит. Ситя. Ну да, сегодня подходили... Надо выдавить. Надеюсь, это не покажут в эфире. Очень надеюсь. какой же классный вид из окна. Да, вообще потрясающе. Какая-то ступень. А во сколько времени вы Катя родили? Она родилась 14.07. Я не могу. Господи. Кази. У меня да. Хочешь дитя ты, Горя, нет, не хочу. вы что? Мам, не комментируй? Нет. Хорошо. Здравствуйте, Краснодарский край. Игорь, что вы? Ну это просто кренш было, поэтому мы хохануем. Вообще, вы представляете? Ой, я вообще с корабля на бал. Просто вы посмотрите, вы посмотрите. Она в этой короне до того что. Ой, господи. Нет, Катя не одна. Брат уже. Маме 44. Нет, она реально в короне до конца. Просто я не пытаюсь вспомнить. не пойму. Да, она ходила в короне до конца. Ой, господи, я не могу. Поскольку начинаются съемки в сети. Ой, тут рано, тут вообще идут на поляне, они там еще могут поспать до пол второго. да, по-моему, он это здесь нет такого вот тут подъем раненький и допоздна. Вот сегодня, кстати, нам лафа, мы вот видите, даже можем поговорить с вами. А вчера без одних ног прям красивая женщина. Спасибо большое. Огромно. И мне потом бабушка напишет, что я ем в эфире и мне в эфире есть нельзя. А, ну да, точно, не ешь, а то потом опять начнут говорить, что ты. Ну, что мне, я что, не человек? Катюш, вот смотрите. Мне два. Как найти нормальный, в смысле, вообще, как найти мужчину? Пирожками ходить просто. У меня корейский какой-то. Отлично. Знаете, я вам хочу сказать, первое, это генетика, во-вторых, это состояние души, я все-таки считаю. И плюс еще, смотрите, нужно вести здоровое воображение в любом случае, особенно нам, женщинам, вот все вот это куриво, алкоголь, это все сказывается на внешнем виде. И спорт. Мама не перебивает меня, почему я даже не говорю ничего. Да? Все, я буду молчать. Мам, не слушай ничего, все. Не-не-не, но люди, видишь, я-то не замечаю, может быть, а люди видят, наоборот, надо прислушивать. я не успеваю ничего. Я не, я не ем этот, как его, халву. Я один раз бабушка, короче, на халву купила. Завтра иду первый раз губы колоть страшно. Мне, да и на самом деле это не, ну мне было не больно. Не бойтесь, реально. Перестать кури. Да, надо, Катьке, перестать кури. Кушай, кушай. Мне разрешают, мать. Нет, есть на мой вопрос, а какой? Тедра ходит на проект, отправила заявку, написали, что нужно скинуть в видеобращение. После него позовут на кастинг. Ну, смотрите, смотря, понравилось или не понравилось. Важно быть живым. Про халву и бабушку. Да бабуля мне купила халву, и мы с ней вместе эту халву обожались. Я блевала даже, чем видела. Я так в жизни не блевала, честно. Извините, кто ест, но это правда. У мяса рыбу да. Мы все едные вообще. Ммм. Парень, козерог, да, у меня были отношения, два года мы встречались. Честно, мне было очень тяжело с ним вообще. Нам было сложно найти общий язык. У меня больше козерогов после этого не было. Маме 44. Ой, Зай, я не знаю, до конца этой недели точно нет, а на следующей да. А, еще у меня на выходной вот пятого на день рождения схожу. Да. И там уже это. Катя молодец в этом плане. Потому что Катя правильно воспитана. Все равно. Все равно с Патляком вот это было лишнее. хорошо. Я как-то, если честно, мне все начали типа, знаешь, ну, ханжа-ханжа. Ну, как бы, что... Ну, вы же были в отношениях, Катя? Ну, все равно через две недели это как бы быстренько, если честно. Но я ни о чем не жалею. Было и было. Я считаю, все равно дом 2 когда-то закончится, жизнь ждет впереди. Репутация. А это не жизнь, Это реально жизнь вообще-то. Ну, понятно, но репутация все равно для девушки важна. Ну, вот я так считаю. Это мое мнение. Андрея выгнали. Привет. Привет. Спасибо. А, это наша. О, Юлька, привет. Я, причем, помню этот момент. В этот день мне Клава говорит, ты знаешь, я Игорьку вообще там в первый день типа нормально все. Я думаю, реально так, ну, может, как бы мне нужно быть проще. Сейчас мне надо, да, лучше. Ну, конечно. Ну, что выгнали, он как пиздюлей дал там. Да, Маму, Маму всегда права. Мама плохого не посоветует. 44. Мне из-за тебя есть захотелось. Да, такое бывает. нет. нет. кстати, прям эту тему. Он любит качалку и грудку куриную. кого выгнали, мой, это я не знаю. Ой, маму. раньше столько драк было на проекте и в эфире все было, а сейчас так строго стало, даже драться нельзя. Да, нельзя. А зачем драться? Ну, это вообще. Андрея выгнали. Добрый, приятного вам аппетита. Спокойной ночи. Хорошего дня. Ой, спасибо большое. Ну, сказал он сам, ушел. Воспитанные девушки, женщины, Катька, никого не слушают с собой, потому что у тебя. Правильно, я ей тоже говорю, Катя, ты не такая просто как все. Вот, ну, в твоем, вот, мы все разные, мы все уникальные. в этом. Мама вообще всю жизнь смотрит проект. Спасибо большое. Я смотрю проект. Так, кому ты там махнула? Ну-ка, качалку в грудь. Мы не ушли, мы еще здесь. Я про проект хотел рассказать. Про кого? Не надо. Нет, что я смотрю проект давно, с самого начала, и это не знаю, это как для меня, я не знаю, почему, вот, как, какой-то, блин, наркотик, что ли. все у меня автоматически по времени. честно, когда я смотрела, как ты, когда ты, когда я была еще не на Дом-2, а дома, когда смотрела эфиры прямые, вот так, вот так ты смотрела, ну, тебе просто на фоне был включен. Ну, мне главное, ну, да, ну, просто иногда было интересно что-то, что-то было вообще неинтересно смотреть. Тогда там, когда начался проект, тебе было года три, я сама молодая была. 23 меня. Мне было интересно. А сейчас уже, конечно, там дети. Я так, краем глаза смотрю, чем молодежь живет, и все. Ну, все дети. Ну, понятно, там, кроме некоторых. Яба, дети, да, типа? Яба, да, Тигран, кто там еще, Леша Безов. Ты не хочешь на Дом 2? Ну, конечно. Я сегодня предложила, говорю, сделайте этот, Дом 2, кому за. Он вообще будет ништяк. Ну, да, мне тоже интересно было. Я говорю, ее не заслуживает. Да, конечно, нет, конечно, такой цветочек. А я прослушала, кому Андрея рихтану, а этому, которая, ладно, сегодня буду. Ярику. Ярику. Так нельзя. Катя, ты прекрасна, Игорь, 4мо. Правильно. Мам. Это 4мо. Мам. Ты что, не нормальная? Ну, это 4мо. Доброй ночи вам. Хороших снов. Хороших снов. Доброй ночи. Такие хорошие у тебя вот все. Добренькие все. Доброй ночи. Все, что-то угадает. У меня шею что-то вклинуло. Завтра буду. Если я завтра буду ухею вот такая, знаете, это я с вами была там. У меня аж из-за шеи. Кто такой Ярик? Ярик? В паламке, который всегда был. Которого черной притащила. Ага. Тихо. Катя, ты что? Успокойся. Катя, я сняю. Успокойся, пожалуйста. Хотя бы прожуй. Кто? Ярик почему ушел? Его ушли. Не, ну Ярик почему ушел? Мы же помогли уйти, да? Да, Путляк. Ну, я говорю, Андрюха помог ему уйти. ну Ярик, как бы, я думаю, что и есть. Я не знаю, кстати, вот что там с, 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 Игоря и, короче, еще ничего не понятно. Катю, желаю тебе спасибо большое. Мама не всегда милашка. И она меня тоже боится. Мы друг друга боимся. В смысле? У меня тут зарядка садится. Андрей вынес. Домой проводил. Что так быстро? У меня же трейд, кстати, что? А, я не знаю, что у меня. Что-то у меня какое-то, да? Ну, ты подавилась вот прям? Ну, да. Какой телефон? Это мама. Это мамин подарок. Да, ёбышь твоя студы пятнадцатый мамочка мне купила. Ну, я не просила, если что, на самом деле мне очень стрёмно. Ой, Катя, успокойся, стрёмно. С Яриком. Перенесли суд, да, но, в рейхте был Саша и я бывший пришел на какую-то поздничную телевобную и пацаны его сбили. Почему большими буквами нельзя писать? Нет, это было, по-моему, было в проекте. Ну, не эфирно, но в проекте. Слушай, а кто-то мне сказал сегодня, что реально могут. Ну, ладно, не будем это здесь обсуждать. Скромная, да? Спасибо. Ой, спасибо вам, кто больше любого не пишет. еще он сядет, я охренею. Для меня, смотри. Почему нельзя, можно? Спасибо. Спасибо большое. У него были сильно палками. Я не видела, кстати, я не видела, ну, вот этого типа Тимура, или как его зовут? Не русский. я такого вообще не видела? И никакого не русского не видела? Блин, ну, я вообще охренею, если все равно как-то... Ой, Кать, смотри, вот девочка твоя присоединилась. да. Здравствуйте. Даже запомнила. Такая мама, Передай маме, что она безумно красивая. Спасибо. Настоящую воспитываю. Спасибо большое. Спасибо. Мне так приятно вообще, боже мой. Очень красиво девушка поет, кстати, тоже на него подписана. Причем такие девочки красивые на меня подписаны. Подобное притягивает подобное. Когда это было? Ну, уже давно. Конечно, надеюсь, все обойдет. будет все хорошо. Да ебрасотой. Что это за... Яблоки. Это было яблоко, если что, ребят. Странно. Мы вы с кем познакомились, Очень много. Вы все увидите в эфирах. А там, кстати, не ладно. там навряд ли покажут, потому что это кринж конкретный. А вы единственное в семье нет. У меня брат еще есть. И вы реально красивая. И скромно. И скромно. И девочка пишет большими руками. Спасибо. У меня когда-то звонил на проект бывшая Алена Миша Козлов. О, кстати, знаю, да. Симпатичный, кстати, парень. Они вот разошлись недавно с Апенченко. А мне Апенченко очень нравится. Вообще, я не могу. Чем он тебе нравится? Не знаю. Мне очень нравится. Нет, брат младший. Прошу как человек. Мне кажется, они разные очень. Пишут, что похоже на маму Эльвиры Гох. Не знаю. Есть что-то, может быть? А я ее не видела никогда. Я видела. Спасибо большое. Усал, привет. Алена осталась на проекте? Нет. Алена настоящая. Да, вот это мне и нравится. Я обожаю искренне. Спасибо. Да, это мама. Спасибо. Приятно, очень. И что 23.32 озерокальное время. Тамаяшкина. У нас, кстати, скоро телефон сядет. Так что, придется выходить из эфира. Я хочу сказать вам, я сегодня впервые пообщалась с Катюхиной аудиторией. Я вас очень всех благодарю за то тепло, которое вы пишете, за эту поддержку колоссальную моей дочери. Пусть все то добро, которое вы посылаете, пусть оно вам в десятикратном размере вернется. И у каждого из вас будет все хорошо. Я прям честно очень рада. Папа в Израиле. Да, они вместе. Ой, я не знаю, что у них там, у Горина с Григорьевым. Я у меня уже все это не хочу даже. Не ругайте ее, пожалуйста, ни за что. это кто ругает? А я ее вообще не ругаю. У нас по большому счету такого нету, чтобы я ее там... У нас просто небольшие стычки бывают. из-за того, что ну она мне там что-нибудь грубо скажет и я отвечу все. А так, что вот... Вот она курит мне тут наяривает. Что я делаю? Ничего. Дело не в курит. Света тоже пришла и сама удивилась, если честно. причем пришла пришла к... ну я не знаю смотрел ты эфир или нет. С горюшкой. Мам... Нет, Света уже домой пора. По-моему. Макс еще не передумал ходить в лет. Непонятно. Тоже непонятно. неожиданно. обувь стычки. Вы же женщины. Характер какой-то... Вот, правильно говорите. Мы же женщины и характер одинаковый. Фер, где тебе сказали, что это? Я тоже считаю, что стремно. Но бог им судья. Они же я не знаю куда она там собиралась, но в итоге она на дом 2. Да. Усал. Много лет знакома. Спасибо большое. Спасибо. Смотрю. Сегодня пять... Сегодня четверг. четверг, Завтра пятница. А ты с Саней не договаривалась там завтра может встретиться, нет? Нет. Она мне спросила, первого приедешь ко мне или нет. Я вот почему-то думаю, что у Кати будет такая свекровь, которая будет очень любить Катю. Мне же там нагадали, что у меня будет не очень свекровь первая. Не знаю, там хоть девчонок, Ну, мне кажется... конечно, конечно, помню Коляну Должанского. Мне, кстати, не особо он... Вот из фриков для меня самая смешная это Рапунцель Оля с этим, как его... Я... с Димой. Но когда были выпуски на Сейшелах, где Рапунцель с Должанским, где она его там пошла сюда, типа, вот я угорала. Да я не могу, что это такое, почему так? Венцислав, ну так себе. Доброй ночи. Венчик тоже прикольный. Хорошо, спасибо. Такое своеобразие. Прошла, она просто мерзко не творила, делает, говорит, еще мне жалеть Катю, Умеранг. Нет, ну как бы я тоже не включила женскую солидарность, но я говорю, что я исходила из того, как она себя ведет, я у нее спрашивала, как она себя чувствует. У меня есть как бы та самая женская солидарность, но тут она у меня не включилась, во-первых, потому что мне клава чужая абсолютно, ну много факторов. А как венчик неплохо так чайник наливал, тоже шедевр. бренд. А я что, не пластичная, что ли, вот так вот? Вот эти вот движения. Она, кстати, тоже с Дальнего Востока, бля. Венчик вообще туп. Кстати, с чайником я тоже могу, я могу так реально затупить, вообще очень просто. У меня у самого стрелец это самая душевная мама, что дадут для своих детей, подруги тоже маму следит, а мама подругается за их угненный характер. У них такая связь. Спасибо вам большое. Я еще думала, что они претворятся такими, оказывается, это правда. Да, это правда. Так люди вообще все разные. Кваша. Это мой, это мне создали фан-аккаунт Кваша. Светка аккуратно, цыганские чары у нее мощные. Почему Кваша? Может быть, у него фамилия Кваша? Такой все волшебное нигде не найдешь. Ты это дело не созла и провелся он сам расположил себя сам. Она сама прыгала на него, осознавая зачем? В чем отличие? Кто-то реально хотел добра, кто-то специально шел делать больно. Честно, пофиг. Уже как-то как будто бы реально насрать. А кто русская? Да, у нее нет она русская Света. А мне вообще кажется, на проекте нет подруг и друзей. Я тоже русская. такого нет. Ой, мама, что-то мне уже это... Мама, не хочу на поляну эти, честно, вообще не хочу. Кстати, вот к Доне мне тоже очень нравится. Он, кстати, где упознав к Судяк? Вот я с ним бы пообщалась. тот предыдущий, который работал без уха вообще, он был в курсе всех событий, что происходит на поляне. Представляете, сколько раньше людей было участников. Ой, что-то у меня... А что ответить? Не вижу. Сладкий слав. он такой. И мы вас тоже. Спокойной ночи. Сладкий слав. Да еб твою налево. Почему не... Сейчас тоже чуть-чуть и тоже было бы мальчиком. Не знаю, вернется или нет. Она приятная очень. Короче, ребят, если на что-то не ответили, вы нас простите. Уже очень реально хочется спать. Мы нет, мы в Сити. Ну, конечно, Света пришла. Да, Света как участница. А кто у нас, журналист, что ли? Конечно, участница. Короче, ладно, все. Всем пока. Когда он участвовал? Я вас всех люблю и мама тоже вас уже любит. Приятно вообще было с вами пообщаться. Вот так вот просто. Ребята. Всем пока. Я вообще часами с вами общалась. Подожди, сейчас я уже пять раз спрашиваю, скажи, если не секрет, вам платят. Просто мы об этом не говорим, поэтому вот так вот. Приходите на Дом-2 и здесь узнаете. Все, спасибо вам большое. Всем спокойной ночи. Ну, зарплату платят, но в каком размере, это уже секрет. Все, всем пока. Пока-пока.